Дорогие коллеги, мы выбрали с любезного предложения Бориса Сергеевича тему дипломатии. Мне кажется, это важно и символично для нашего семинара, поскольку мы себя декларируем как междисциплинарный. Если классическая или старая история дипломатии в основном работала с договорами, посольскими реляциями, действиями, действующими лицами, то так называемая новая дипломатическая история, которая в некоторых странах также называется история международных отношений, она идет по пути междисциплинарного синтеза истории, филологии, истории искусств, политических наук. И изучает уже не только и не столько договоры, реляции, действия действующих лиц, сколько контексты, символы, церемониал, символический язык, не в последнюю очередь подарки, о которых, надеюсь, мы сегодня тоже услышим. Наиболее плодотворно новая дипломатическая история применяется, если так можно сказать, для периода между двумя конгрессами, между Вестфальским и Венским, 1648-1815. Раннее новое время, где историки разработали, как мне кажется, тончайший методологический инструментарий для анализа всех этих тонких материй, как символы, церемониал, протоколы, символические жесты, подарки и так далее. Поэтому мне особенно приятно, что Борис Сергеевич решил с подобным списком вопросов, если так можно сказать, подойти к источникам 20 века. И поэтому, как и все мы, я с большим интересом ожидаю сегодняшний доклад. Позвольте официально представить всем вам и так прекрасно знакомого нашего сегодняшнего докладчика, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института славянного видения Российской академии наук Бориса Сергеевича Новосельцева с докладом. Тонкости дипломатического протокола, подготовка визитов в Югославию Яна Шикадера в 1973 и 1977 годах. Спасибо. Давайте тогда начнем заново. Я говорил о том, что цитировал профессора Кличевского, что крупный успех составляется из множества предусмотренных и обдуманных мелочей. О достижении послевоенной югославской дипломатии объясняется целым рядом причин. Среди них важное место занимает баяние и холизма гельсов-побразотита. Ему удалось подвратить общение во время своих заграничных поездок или приема иностранных гостей. Важный инструмент, который позволял успешно добиваться их расположения, развеивать сомнения и убеждать в своей правоте собеседников. В этой связи интересно изучить работу по подготовке визитов в СФРУ. Яна Шакадрера в 1973 и в 1977 году. К тому времени в Югославии были организованы уже десятки поездок на высшем уровне. А можно на... А, вот, спасибо. Да, все хорошо. И сам ТИТО посетил множество стран. Алгоритмы деятельности югославских протокольных служб при союзном секретариате иностранных дел, далее СИД, и союзном исполнительном ВЕЧЕ, далее СИФ, в основном устоялись. Прием иностранных гостей был поставлен на поток. Поэтому подготовку визитов кадра социалистического лидера дружественной страны можно рассматривать как типовую задачу для подобных мероприятий. На этом материале попытаться сделать выводы о том, как осуществлялась деятельность югославских протокольных служб в рассматриваемый период. Следующий, пожалуйста, слайд. В работе были использованы неопубликованные источники, хранящиеся в фонде 837, который называется Кабинет Президента Республики Архива Югославии в Белграде. В нем отложились документы, отражающие подготовку и осуществление визитов ТИТа за рубеж и приемов иностранных гостей Югославии. Среди них информация о подготовке и согласовании поездок, которая содержится в документах протокольных служб, например, служб гостеприимства, общественного питания и декорации СИФ, секретаря Президента Республики, профильных управлений СИД. Большая часть этих справок писалась для ознакомления и согласования лично ТИТа. Некоторые из них он завизировал, поставив на полях букву Т в качестве своей подписью. Следовательно, он делил внимание таким деталям организации, как, можно, наверное, следующий слайд. Формат поездки, уровень участников переговоров, определение мест приема размещения гостей, церемониал организации торжественной встречи или проводов, распределение прибывших участников встречи по машинам, меню торжественного обеда или ужина, рассадка гостей за столом, памятные подарки или сувениры. По этим вопросам ТИТа и югославская дипломатия имели четкое видение и этикету продавали не меньшее значение, чем любой европейский королевский двор. Стоит отметить, что термин дипломатический протокол сочетает ли понятие церемониал и этикет, а также формальные компоненты, которые относятся к практике дипломатии, но при этом не являются ее существенными составляющими. Можно сказать, что протокол кодифицирует и применяет на практике принципы церемониала. Он играет скорее декоративную или внешнюю роль по отношению к содержанию переговоров, но при организации встреч на высшем уровне содействие общению, достижение взаимопонимания сторон часто превращается в ключевую задачу. За счет этого происходит выстраивание следы, предсказуемой, благоприятной и необходимой для достижения договоренностей. Особенно такие формальные регулирующие функции протокола востребованы при организации встреч сторон, которые находятся в натянутых, холодных или даже во враждебных отношениях друг с другом. Это позволяет упростить вербальную и невербальную коммуникацию, а отклонение от протокола, напротив, часто означает проявление дружеских отношений. Также важной задачей является определение иерархии дипломатических работников и организация контактов представителей сторон в соответствии с их местом в иерархической системе дипломатической, государственной или партийной. Организацию визитов на высшем уровне можно назвать апогеем деятельности любой протокольной службы. Отправной точкой здесь является решение руководства страны и последующая активизация дипломатических работников, в первую очередь сотрудников посольств и работников внешнеполитического ведомства, которые направлены на сондирование почвы относительно самой возможности, сроков и характера поездки. Следующий, пожалуйста, слайд. Среди руководителей социалистических стран в второй половине 50-х, 60-е годы существовала практика частых контактов на высшем уровне, что позволяло им оперативно согласовывать свои позиции по важнейшим международным вопросам. Однако в 1968 году, в результате интервенции предистрам Варшавского договора в Чехословакии, против чего решительно возражала Югославия, традиция регулярных встреч с Югославами была поставлена под сомнение. Кто-то говорит о третьем уже по счету, не очень продолжительном советско-югославском конфликте. Например, венгерское руководство, видимо, стремилось добиться корреляции своих контактов с представителями Софраеву и развития советско-югославских отношений. Поэтому после 1967 года, когда состоялось аж две встречи на высшем уровне между Датитой и Кадером, обмен визитами, который прежде происходил ежегодно, начиная с 1963, теперь прерывался до 1973 года. И лидеры двух стран довольно долго не встречались. После такого перерыва обе стороны повышенное внимание уделяли подготовке визита в Югославию Кадера. Югославу неоднократно в период между встречами приглашали венгерского лидера посетить Софраеву. И, наконец, после довольно продолжительного колебания, сами венгры проявили инициативу в связи с организацией визита, что стало следствием, наверное, их позитивной оценки развития отношений между СССР и Югославией в 1972-1973 годах. Наверное, скорее даже в 1972-м. 26 марта 1973 года посол в Белграде по фамилии Тотт посетил отдел международных отношений и связи с президиумом СКЮ и прозандировал почву относительно поездки, уточнив насчет обязанностей и планов президента Титта в ближайшее время. Далее, через некоторое время, последовало письмо, в котором Югославу обозначили конкретные сроки. Вернее, как, примерные сроки. Месяц предстоящей поездки – июль. 1 мая 1973 года уже Югославского посла в Будапеште Жигу-Водушека принял кадр. После передачи взаимных поздравлений с Днем Солидарности Трудящихся, лингерский лидер объявил, что его в целом предложенные даты устраивают. Далее он отметил, что хотел бы определить характер будущей поездки, подчеркнув, что хотя это является второстепенным вопросом, но все же повлияет и на сам визит, и на протокол. Кадр высказался за минимум официальных мероприятий, заметив, что никогда не путешествует с протокольным сопровождением, и выразил желание, чтобы визит был и дружеским, и официальным одновременно. Продолжение венгерской стороны организовать непротокольную и дружескую встречу на несколько дней в Югославии еще раз было отражено в письме Тита, которое было передано в конце мая венгерским послом в Белграде. Тита дал свое согласие, а Югославская служба по внешнеполитическим делам предложила отгназать встречу на Абрионе с 10 по 12 июля 1973 года. Вопрос ранга визита является одним из принципиальных, существенно влияющих на протокол приема главы государства. Например, известно, что во время визита Тита в Великобританию в 1953 году, это первая его крупная международная поездка такого уровня, этот момент был очень важен для Югославской страны и долго согласовывался. Поездка носила частный характер, носила она частный характер, потому что королева Елизавета II к тому времени еще не была коронована, и назвать визит официальным было нельзя. И выходом из этой ситуации стала формулировка Энтони Идена. Поездка частного характера, но почести Тита были оказаны как главе государства и личному гостю королеву, которая придает этому визиту очень большое значение. Все было организовано с максимально возможной помпой. Для югославов принципиально важно было подчеркнуть значимые события и максимальную степень уважения, которая была выражена Тита, а значит и народу Югославии. В дальнейшем такой дипломатический гламур стал отличительной особенностью визитов Тита за рубеж и приемов иностранных гостей. Это было связано не только и не столько со стремлением утвердить высокий статус Югославии и ее лидера, но и еще и с любовью Титы Кроскше, что неоднократно подмечалось его биографами. Но то, что было нормой для югославов, не всегда разделялось противоположной стороной. Например, при подготовке в поездке кадра югославская протокольная служба, уважая желания венгров, очень своеобразно истолковала просьбу сократить формальности. Было принято решение оказать кадру, цитирую, наивысшие почести в рамках зафиксированного гантера визита. Исходя из этого, был предложен сокращенный цельмониал приема и сопровождения гостей, такой, знаете, минимально допустимый уровень торжественного официоза, на который, скрепя сердце, были готовы пойти югославы. Что предполагалось? Предполагалось, что на аэродроме Пулы при встрече будет построен не Чета, а поменьше батальон почетного караула с поднятием флага, исполнением гимна, но без оружейного салюта. Предполагалось, что товарищ президент будет встречать гостей на пристани, на Брионе, а не на аэродроме. Что социалистический союз Пулы организует выход граждан на улицы и приветствие гостей, но при этом приветственные объявления выпущены не будут. Флаги необходимо было установить и на аэродроме, и при въезде в город, и на пристани, на Брионе. Этим поступиться югославы не смогли. В качестве отдельного вопроса при подготовке визитов согласовывается состав делегации и круг сопровождающих лиц. Подчеркивая неофициальный дружеский характер поездки, венгерская сторона сообщила, что сопровождать кадры будет только 4 человека. Это заместитель начальника по международным связям ЦК, это начальник управления Министерством и странных дел, генерал службы безопасности и личный секретарь. В записке от 21 июня СИП попросили Тита и Йовен Куброс пригласить товарищем кадров и его супругу, которая крайне редко сопровождает его в поездках, и выславы надеялись, что этот куртуазный жест будет высоко оценен венгерской стороной. Для супруги кадра разработали специальную культурную программу. На 11 июля предполагалось, что она погуляется по острову, съездить на экскурсию по полю, обязательно посетить магазины. Было расписано круг дам, которые будут сопровождать супругу товарища кадра. Возможно, это приглашение венгрии и оценили по достоинству, но на брионе кадр все же прибыл один. Что касается поездки 1977 года, то в архивах не отложились документы, которые свидетельствуют о длительной подготовке ее. В апреле 1974 года Титр побывал с ответным визитом в Венгрию, ну и, соответственно, график практически ежегодно встреч на высшем уровне был восстановлен. В отношениях двух стран острые противоречия отсутствовали, которые бы осложняли подготовку переговоров первых лиц. Видимо, этот вопрос обсуждали во время отдыха в Дыбровнике Павла Лошенцы в первой половине июля 1977 года. Судя по сохранившейся программе дружеской поездки, которая была отпечатана в форме брошюры, с оттесненным золотом и гославским гербом на обложке, основным ее содержанием должна была стать охота, которая планировалась посвятить львиную долю времени. Визит, опять-таки, планировался на три дня, и 22-го, и 23-го сентября 1977 года Титр и кадр планировали охотиться. На этот раз Сид не поднимал вопрос о приглашении в Югославию супруги товарища кадра, зато количество членов венгерской делегации увеличилось вдвое, достигнув 8 человек. В их числе были секретарь иностранных дел ЦК ВСРП Андрош Генеш, помощник начальника международного отделения ЦК ВСРП и в будущем премьер-министр в Венгрии Дьюла Хорн, посол в Венгрии в Югославии Ёжев Халош, переводчик, два офицера службы безопасности. Венгерская делегация, можно следующий. Слайд добиралась до местного назначения на автомобилях. Путь из Бадапешта до Тиквиша, где происходила встреча, был недолгим, это примерно 260 километров или 3 часа в пути. На территории Сафариев, в ограниченном пункте Кнежева, гости пересели в Югославские машины. Колонна состояла из семи автомобилей, которые были пронумерованы от 1 до 6, и автомобиля П. В нем ехал шеф протокола Розислав Пандурович, венгерский переводчик Иштин Сфрака и капитан Влас Ламате. Кадру было предложено занять место в естественной машине номер один, вместе со Станой Доунсом и советником посольства Сафариев в Венгрии Боревое Сардвеничем. В других автомобилях соблюдался тот же принцип. Гости и хозяева встречи располагались в перемешку. Дружеский характер визита не предполагал особенного какого-то церемониала приема и сопровождения венгерской делегации, это лишний раз подчеркивало доверительное отношение сторон. Во время организации поездок высоких гостей всегда актуален вопрос размещения делегации, особенно первых лиц. В 1973 году венгров поселили на вилле Брионка, а переговоры проходили на Ванге, небольшом островке, где была построена уединенная вилла из стекла и бетона, которая скрывалась от глаз зарослей бамбука. Внутри она была обставлена мебелью в стиле минимализм, а на белых стенах висело несколько работ Пабло Пикассо. Или Пикассо. Когда это было нужно, югославы готовы были впечатлить своих гостей не только шиком, но и чувством стиля. Ключевые протокольные мероприятия, торжественные ужины, приветственные и прощайные, были организованы, соответственно, 10 и 12 июля на Белой вилле, а 11 июля на вилле Брионка ужин в честь Тита дал кадр, таким образом, с точки зрения протокола, выступивший в роли хозяина вечера. Встреча с 77-го года была организована в охотничьем замке Тиквиш. Он тоже находится на территории нынешней Хорватии, в Баранье, в районе национального парка Копачкирид, к северо-западу от города Осиек. Здесь еще в 19 веке была построена охотничья усадьба эрцгерцога Фридриха Гамсбурга, а в 30-е годы 20 века, по заказу королевской династии Горгиевичей, началось строительство виллы, которое впоследствии пользовался и Титом. Кадр не был таким страстным поклонником охоты, как некоторые коммунистические лидеры более старшего поколения, Брежнев или, собственно, Тита, но, с другой стороны, он никогда не отказывался от такого формата встреч на высшем уровне. Потому что, во-первых, он не предполагал излишнего официоза, который, как мы уже поняли, кадр не очень любил, а, во-вторых, тесное неформальное общение сближало участников действия и позволяло им переговорить не под запись. Очевидно, этим пользовался и Тит, а охота давала ему, как минимум, не меньшие возможности для достижения взаимопонимания, чем банкеты или галоприемы. Впрочем, охотничья дипломатия, хоть и представляется крайне перспективной темой, предметом данного исследования не является, поэтому становимся на других мероприятиях поездок, среди которых особое место занимает как раз банкеты. Можно следующий слайд. Протокол Притита всегда подразумевал обильные обеды и ужины. Гастрономию можно назвать важным средством дипломатической стратегии Тита, ведь совместные приемы пищи были нацелены на создание той благоприятной атмосферы, в которой достигаются ключевые договоренности. Хорошие обеды и ужины были сродни драматическим постановкам, в которых важнейшую роль играли двое – повар, как режиссер, и Тита, как главный актер. Его очарование за столом было прежде всего связано с тем, что он получал огромное удовольствие от еды и напитка, в которой он придавался страстно. Это удовольствие не было нужды разыгрывать, оно непосредственно отражало жизнелюбие, которым Тита в этот момент пленял окружающих. Такая банкетная дипломатия, разумеется, ноу-хау ягославов не была. Еда и алкогольные напитки – это один из наиболее характерных символов межкультурной коммуникации, особенно в невербальной сфере. Заковые, коммуникативные функции продуктов питания и напитков изучаются в рамках специальной области знания, которая называется гастика или гастрософия. В подготовке застолья, судя по количеству архивных документов, уделялось большое значение. Служба гостеприимства СИФ за месяц готовила различные варианты меню. Служба общественного питания составляла списки работников кухни, барменов, официантов. Служба декораций занималась цветочным оформлением застолья. Также особой заботой протокола было составление схем рассадки гостей за столом. Многие подобные документы, особенно предложения по меню, зафиксированы личной подписью Тита. В соответствии с международной практикой, приемы принято разделять на дневные и вечерние, так что в архивах документов, связанных, например, с завтраками высоким гостям, не отложилось. Не предполагалась организация разговора за чашечкой кофе. Здесь, очевидно, балканским традициям пришлось уступить место глобализму международного протокола. Приемы в честь нигерской делегации в 73-м и 77-м годах не были многочисленными. В первом случае это объясняет с позиции кадра, во втором еще и дюржеским форматом поездки, на охоту. Так что на торжественных обедах и ужинах все гости были размещены за одним большим столом. Рассадку производили основываясь на соблюдении служебного или общественно-политического положения гостей. Югославам поддерживались правила правой руки. Согласно которому, самое прочетное место находится справа от хозяина. Сохранились схемы размещения на торжественный ужин 22 сентября 1977 года на 26 человек. И на обед 23 сентября он был чуть менее многочисленный 16 человек. Участников располагали по каждой из сторон стола. В торце по одному на ужине 2 человека. Лучшие места были посередине, чтобы иметь возможность пообщаться со всеми участниками банкета. Они были отведены для Тита и кадра, которые сидели друг напротив друга, смотрели для него глаза в глаза. Оба раза по правую руку от Титы располагался венгерский секретарь странных дел Андрош Генш. А от кадра член президиума СФРЮ Стэван Дарунский. Это говорит о том, что за столом эти люди были вторыми по своему статусу лицами. Места для хозяев и гостей были определены снова вперемежку. Участникам застолья разносила блюда и наливала напитки команды официантов. В этом смысле Югославы следовали не русской, а европейской банкетной традиции. И гости не могли отведать блюда или напитки самостоятельно, как это было принято в России. Начиная, видимо, еще с царских времен. Но только при помощи кельнеров, только при помощи официантов. Для обслуживания встреч на Брионе в 1973 году после кадра туда должны были еще приехать руины во главе с Чаушеску. Служба протокола предложила шефа Чоза Мартина и повара Обрина Драгутиновича из отеля Югославия. Также на кухне работали два кондитера, местные из Ловрина и из Апатии. И восемь официантов, тоже из отеля Югославия или из клуба СИФ. На встрече 1977 года были задействованы повара, официанты, кондитер из персонала СИФ. Соответственно, учитывая чистоту дипломатических мероприятий, логично было создать специальную, постоянно действующую службу, которая бы обслуживала мероприятия, торжественные, официальные, протокольные. В случае, если персонала из службы СИФ не хватало, то в помощь приглашались официанты, повара и кондитеры из лучших столичных ресторанов. Из отеля Югославии, из ресторана Метрополь, из некоторых других ресторанов. Характерно, что в списке официантов указаны только мужские фамилии. В Сербии до недавнего времени профессия кельнера считалась исключительно мужской. Особенно, если речь шла о дорогом ресторане или о торжественных случаях. Только мужчины, причем, как правило, взрослые мужчины, чем старше и представительнее, тем лучше. Меню застолья, видимо, отражало гамму гастрономических пристрастий самого ТИТа. Его основой была сытная балканская, то есть сербская, хорватская, особенно родная для ТИТа загорская кухня, которая отличалась обилием мучных и мясных блюд. Вместе с тем, гостям в обязательном порядке предлагались блюда из адриатической рыбы или морепродуктов, несколько закусок, супы, овощные салаты и кулинарные шедевры русской, французской, итальянской кухни. Таким образом, участники банкета могли сделать выбор между иногда экзотическими для них и немного тяжелыми национальными и господскими угощениями или более привычными, более легкими европейскими блюдами. Например, в архиве сохранились отпечатанные типографским способом на плотном картоне с золотыми буквами карточки обеденного меню 11 июля 1973 года на Вилле Ванга. Написи были сделаны на французском языке явно не ради удобства. Кадера сложно было назвать полиглотом, да и ТИТа хоть читал французский, видимо, понимал его слабо. В этот день участникам встречи были подданы устрицы, дыня, свяленная ветчиной по-истрийски, адриатическая рыба на гриле, баранина на вертеле, салат, штрудель с грибами и белые и красные вина из ванги. Меню более торжественного и продолжительного прощального ужина на Белой Вилле включало в себя икру из кладово с блинами, что бы это ни значило, консоме-мадрильен, то есть крепкий бульон из мяса или птицы, приправленный томатами с добавлением тельдерея, загорские штрукли с гратеном, популярное хорватское блюдо с сыром и яйцами, которое при подаче поливается сливочным маслом, сметаной, сливками или соусом. Тита очень любил штрукли, а, видимо, они напоминали ему о детстве и о том, как ему в детстве готовили это блюдо. Адриатическую рыбу под соусом голландес, котлеты из птицы по-киевски, салат, вина подавали бургундец из Кутиева, это белое сухое вино из Хорватии, барберу из Випове, это красное вино из Словении, и дюк де Словени, белое полусладкое игристое вино из Словении. Интересно отметить, что предложенные варианты меню, подготовленные службой гостеприимства СИФ, предусматривали еще и десерты. И в рабочих документах указано ореховое парфе, итальянское красато, но в основном мороженое, учитывая летнее время визита, Адриатика, июль. Однако в итоговом варианте, в таком вот боевом варианте, карточек меню, десертов почему-то не оказалось. Во время поездки в Югославию в 77-м году венгерскую делегацию ожидала более основательное и сытное меню, потому что осенняя охота лучше способствует аппетиту, чем переговоры в разгар лета на берегу моря. Меню на этот раз было не по-французски, а на сербо-хорватском языке и на венгерском. Оно было отпечатано прихотливым шрифтом на плотной бумаге с обязательным золотым гербом Югославии. На обед 23 сентября оно сулило национальные закуски, прушут из говядины и баранины, сыр, каймак, бельские локальные деликатесы, окуня помельничья, это вареная рыба, которая подается с гарниром из отварной картошки, мусаку из цветной капусты с мозгами, корейку из оленины и ягненка на гриле, салат из сезонных овощей, спаржу в панировке, фруктовый пудинг. На этот раз десерт полагался участникам застолья. В качестве напитков в тот день разливали карловатский, а возможно, карловитский рислинг. Не очень понятно, он был из Сербии, из карловцев или из Хорватии, потому что на сербском языке все это одинаково читается. Бургундец из Кутиева на этот раз красный и Дюк де Славинин. А на ужин 23 сентября венгров угощали белым куриным мясом и заливным из окуля, венгерским супом гуляш, турнедо рассиним, овощным салатом, спаржи под соусом винегрет, блинчиками в винном соусе, что касается вин, белое вино Граши вина, красное вино Вранц и Дюк де Славинин. Обращаю ваше внимание на то, что иностранные вина во всех представленных вариантах в меню отсутствовали. Видимо, для руководителей Югославии, страны все-таки Средиземноморской, угощать гостей собственными винами было вопросом национальной винодельческой гордости. Традиции и культура балканского виноделия в социалистический период пришли в некоторый упадок. Порой количественные показатели преобладали над качеством продукции, однако на некоторых виноградниках, особенно в Хорватии, в Словении, в Македонии и в не очень большом объеме, продолжали и в эту эпоху производить вполне сносные вины. Это можно сказать и о славянском игристом Дюк де Славини, которая на всех приемах разливалась вместо шампанского в качестве шампанского, и о хорватском Бургундаце из Кутьева, которая и сейчас котируется любителями хорватских вин. Также можно сделать вовольт о том, что югославский протокол, в отличие от советского, не предполагал подачу крепких алкогольных напитков во время банкетов. Хотя в этом смысле с югославом было чем угостить своих высоких гостей. Да и сам Тита время от времени не отказывал себе в удовольствии выпить порцию другого крепкого алкоголя. Но Тита имел не очень хорошего подучастия в светских банкетах, в сталинский период, где наоборот крепкий алкоголь разливался на протяжении двух-трех часов трапезы. И когда он сам был хозяином мероприятия, вот Тита такого не позволял. Поэтому дегустация югославской раки или импортных виски, или коньяка, по всей видимости, происходила уже после окончания торжественного ужина и была мероприятием не протокольным. На это указывают списки подарков, можно на следующий слой, которые вручались всем членам заграничной делегации, включая водителей и офицеров службы безопасности. Ко многим из них предлагалась коллекция из нескольких бутылок крепкого алкоголя в специальной коробке. Туда входила виноградная раки лоза бача или сливовая раки монастырская, виняк, югославский вариант коньяка, стомаклия, крепкая настойка на травах, от 4 бутылочек для капитана службы безопасности или переводчика до 20 для шефа делегации. Затрагивая тему значения подарков в дипломатии, стоит отталкиваться от классического очерка о даре Марселе Мосса, в котором отмечалось, что с одной стороны добровольность подарков, но с другой необходимость подносить дары и отвечать на них встречными дарами. В дипломатии со времен архаических обществ в этом смысле мало что изменилось. В даре содержится некая внутренняя сила, которая дает дарителю власть над одариваемым и обязывает его отдариться к встречному дару. При этом отдельный акт дарения всегда оказывается незавершенным, и это способствует установлению более устойчивых связей между участниками транзакции. Кроме того, стремление превзойти других в щедрости дара является способом выстраивания иерархии сторон. Тот, кто может больше подарить, обязывает других в большей степени, и поэтому оказывается могущественным. Символические действия, такие как получение подарков или совместное принятие пищи, имплицентно влияли на стороны, подталкивая их к проявлению миролюбия и к демонстрации дружеских намерений. Важно, что такая форма дипломатии эффективна вне зависимости от границ, которые разделяют народы и культуры. И в этом можно попытаться найти объяснение одинаковой успешности дипломатии Тита как в Европе, так и в Азии, так и в Африке, и на Западе, и на Юге, и на Востоке. В архиве Югославии сохранился список подарков от Тита членов генгерской делегации во время встречи 1977 года. Этот документ замечательным образом иллюстрирует такую важную регулирующую функцию протокола, как ранжирование гостей и оказание им знаков внимания в соответствии с их иерархическим положением. Особенностью документа является указание точной стоимости каждого подарка в югославских динарах вплоть до динары и даже копеек. Благодаря этому можно судить о ценности вручаемых сувениров как в абсолютном денежном выражении, так и в сравнении с подарками другим представителям делегации. В качестве дара самому кадру Тита было предложено выбрать один из двух вариантов или скульптуру Франы Кршенича «Партизан на страже» 65 см высотой или персидский ковер «Керман» 3х4 метра изготовленный в скопе. В обоих случаях дополнением к сувениру, как я уже говорил, служил набор из 20 бутылок крепкого ковера. Тита предпочел второй вариант, который стоил примерно 17300 динар, обвел его синими чернилами и поставил свой автограф. Чуть позже, видимо, подумав, что этого подарка недостаточно, он принял решение врачить венгерскому лидеру еще и золотую табакерку. Табакерку весом 160 грамм примерно за 24 тысячи динаров. Это была уже не первая золотая табакерка, врученная Тита кадру. В 60-е годы он уже дарил табакерку и в архиве есть документ список подарков прошлых лет, но, видимо, то ли Тит это не смутило, то ли он как-то не прочитал документ, решил еще одну табакерочку кадру вручить. Таким образом, общая стоимость сувениров без учета ракии составила примерно 41 300 динар, что в 77-м году примерно соответствовало средней заработной плате в Сербии за год. Там она была примерно 48 700 динар, если еще добавить стоимость ракии, то выходит то же на то же. Для сравнения, Генниш, который, очевидно, определялся югославскими протокольными службами как второй человек делегации, получил серебряную настольную коробочку 20 на 15 сантиметров с золотым рельефом за 11 тысяч динаров. И то же 20 бутылок ракии от Юли Хорна и послу Йожефу Халышу застались одинаковые подарки, серебряные настольные портсигары в 18 на 9 сантиметров с фоксимилия за 3300 динаров и уже по 8 бутылок ракии. Тоже портсигары, но чуть больше по размеру, 19 на 10 и почти в два раза дороже за 5500 динаров был вручен генерал-майору Ференсу Шабеш Тьену. Переводчик и капитан службы безопасности получили кожаные папки за 700 динаров и по 4 бутылки ракии. А майор службы сопровождения и два водителя соответственно электропритву и транзисторы Матадор чуть дороже по цене 700-800 динаров, но ракии не досталось потому что водители. Отводя итог следует сказать что поездки в Югославию несомненно пришлись по душе участникам венгерской делегации равны как многим другим гостям Тита. Комфортное размещение на виллах в самых живописных местах Югославии вкусная еда охота или купание в Адриатическом море все это способствовало тому чтобы волей-неволей проникнуться чуть больше симпатии к гостеприимным хозяевам. Усилия протокольных служб в этом смысле создавали такой официально торжественный тон на котором особенно контрастно выделялось обаяние харизматичного югославского президента. А это создавало благоприятную почву уже для непротокольной дипломатии для достижения личных неофициальных договоренностей в которых так хорош был Тита. Спасибо большое за внимание. Всех с наступающим Новым Годом! Большое спасибо Борис Сергеевич Дорогие коллеги если у вас поправится вопрос такой считались ли эти визиты государственными или партийно государственными я поясню почему я спрашиваю дело в том что между Советским Союзом и Югославии долгое время отношения выстраивались лишь межгосударственные потому что еще во время знаменитого визита Тита в Москву в июне 56 года Югославы отказались подписать предложенный Советским Союзом вариант межпартийной декларации была подписана такая которая хотя и подписана была там было большое была как бы большая была подписана декларация межгосударственных отношений а по поводу межпартийных связей там в Москве не были удовлетворения и и после 56 года еще более осложнились межпартийные связи но это сначала вот это антиревизионистская кампания 58 года а потом что наиболее важно это то что Югославы были раскритикованы как ревизионисты вот в итоговой декларации совещания компартии 60 года и позже когда уже со стороны Тита были попытки это начало 64 года были со стороны Югославов попытки склонить венгров к установлению не только межгосударственных отношений они были уже неплохими к этому времени но и межпарадийных а кадр отказывался на том основании что он не хотел опережать так сказать КПСС и а вот что было в 70 атре да вот это вот я тоже в своем выступлении и в будущем надеюсь статье отметил нежелание венгерской стороны идти вперед Советского Союза и стремление какие-то свои взаимоотношения с Югославией и скоррелировать с взаимоотношениями Югославии и СССР что касается визита 73-го 77-го года то визит 77-го года был просто дружеским в рамках дружеского визита визит 73-го года сам кадр попросил считать дружеским и официальным одновременно в югославских документах гостей кадра называют партийным руководителем не говорится о том что он государственный лидер подчеркивается именно что он лидер партии венгерской но так его называют в югославских таких вот рабочих протокольных документах поэтому с точки с точки зрения югославов это был визит прежде всего партийный а дело в том что у кадра никаких в этот период государственных должностей не было то есть по-другому не могло быть поэтому надо было посмотреть еще и конечно коммунике но я сконцентрировался именно на работе протокола поэтому честно говоря коммунике я не смотрел как там в официальном коммунике называется именуется визит но в рабочих документах он проходит как секретарь ну еще тут необходимо просто иметь ввиду что кадр он отличался от многих других руководителей социалистических стран своим в общем он никогда не уделял большого внимания ритуалу протоколу и прочее и он как-то в отличие от рублен вот там и не сколько их ну кстати я смотрел варианты меню для визита челушеску который приезжал на брюне сразу после кадра и у меня была идея сравнить ну вроде кадр он такой поскромнее а челушеску вот нет но по меню честно говоря это незаметно все примерно то же самое то есть и напитки и блюда они другие но каких-то невероятных изысков ну собственно говоря и кадр это угощили неплохо вот поэтому меню не сильно отличалось может быть отличался состав делегации но этого я не смотрел спасибо большое у нас есть вопрос от Андрея Борисовича слышно Андрей Борисович Андрей Борисович включите микрофон пожалуйста добрый вечер спасибо слышно у меня вопрос сразу вдогонку к Александру Сергеевичу а потом будет еще несколько вопросов а по времени обещаю не дольше чем Александр Сергеевич задавал свой один вопрос вот этот визит он был дружеским или дружественным тонкость в том что после 55 года все отношения называются между Советским Союзом Югославией и соответственно со странами дружественными какой был этот визит вот я смотрю у меня прямо есть ссылка на архив Югославии но тут я очевидно переводил Севского поэтому я перевел как дружеский но Андрей Борисович я учту ваше замечание исправлю буду называть тогда дружественным надо проверить наверное по венгерскому варианту потому что в сербско-хорватском варианте нет различия между словами именно я и прямую ваше направление потому что там он что дружеский что дружественный по сербски одинаково а так большое спасибо очень интересно я вот никогда не придавал большого значения только так как бы походе было потому что подарки имеют значение конечно когда советские лидеры подарили ТИТО во время визита 56 года самолет Ил-14 в подарочном варианте это тоже имеет значение подарки действительно имеют значение особенно такие крупные кстати ТИТО первый получил самолет потом уже стали получать остальные лидеры стран третьего мира вопрос у меня такой даже их два удалось ли познакомиться кроме протокольных материалов с материалами сущностного характера потому что там же обычно готовились большие справки большие документы аналитические материалы разные совершенно там вопросники по странам вопрос такой какого формата были буквы тогда для ТИТО Андрей Борисович я тоже обратил это внимание когда работал в архиве начиная примерно с 74 75 года те документы которые готовили для ТИТО буквы увеличились в три раза в формате явно он уже не молодел и видел не очень хорошо поэтому еще материалы 73 года написаны стандартным шрифтом а уже материалы 77 года до и более ранних лет которые связаны не с визитом кадра я смотрел другие они большими буквами хотел про это сказать но к слову не пришлось и еще вы спрашивали про то удалось ли мне посмотреть материалы сущностного характера их посмотреть удалось отфотографировать их удалось но это выступление было просто посвящено другим моментам поэтому аналитические документы по отношениям с Венгрией и стенограммы переговоров я здесь не стал включать а честно говоря стенограммы переговоров я пока прочитал очень бегло вот что касается по аналитических по отношениям по международной ситуации все это есть да Боис Сергеевич в связи вопрос такой попадалось или нет дело в том что Тита является крестным отцом кадра на место лидера в 56 году это как-то упоминалось внутренне или в документах или в разговорах потому что в 73 году может быть это не было а в 77 году уже вышли мемуары или выходили по крайней мемуары Мичуновича они выходили с трудом порезанные и так далее как бы там вот этот фактор какой-то как-то влияет присутствовал потому что Тита был крестным отцом Хрущев хотел Мениха не было ничего у меня вопрос Борис Сергеевич ну да он скажет ничего такого не было ни на переговорах ни в аналитических материалах там о другом речь шла там речь шла о отношениях между Венгрией и СССР и о какой-то внутренней политической борьбе которая происходила в венгерском руководстве между сторонниками более консервативной линии и более либеральной линии и как кадр между ними лавировал про взаимоотношения Тита и кадры про 50-е годы нигде речи не шло нет и два таких замечания просто ремарки не могу согласиться с тем что когда шла речь об любителях аккорда что Брежнев был старше другого поколения чем кадр лет 6 небольшая разница они все-таки были одного поколения вот и кельнер было сказано что сербская сербская речь да все-таки кельнер это характерно для австро-венгерских земель это и по кольский кельнер и по чешский кельнер и по хорватский кельнер потому что по сербски чисто конобар да 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 я слово кельнер использовал исключительно в качестве синонима слова официант использовал это слово как русское слово спасибо большое спасибо можно еще спросить спасибо Горис Сергеевич потому что это действительно очень интересные сюжеты которые как бы обратную сторону изнаночную сторону визиты показывают но очень важно с точки зрения международных отношений скажите вы не задавались вопросом вот угощать угощали хорошо щедро от души а учитывались ли какие-то при этом собственно индивидуальные особенности пожеланий гостей я например читала в свое время не знаю насколько это верно что Чаушеску на официальных приемах вообще очень любил и ограничивался свежеприготовленным овощным соком не знаю может быть это миф или нет но вот такие вещи проходила информация во первых и во вторых у меня вопрос вот эти подарки они откуда использовались ли музейные коллекции фонды и так далее и если да то в какой мере насколько щедры были в этом отношении хозяева спасибо спасибо отвечая на первый вопрос мне тоже было очень интересно найти какой-то документ где те люди которые готовили варианты меню думали бы исследовали изучали бы кулинарные пристрастия своих гостей в архивах Югославии нет таких документов я их специально искал очевидно что они ориентировались на пристрастие Тита но вот в плане кулинарных пристрастий тех кто приезжал к Титам никакой информации нет и как это были в принципе такие исследования для меня остается заградкой что касается Чаушеску то те предложения по меню для румынской делегации которые я видел там обращенных соков нет там вполне себе хорошее меню но при этом вот соков там нет что касается подарков то насколько я это понял протокольные с службы они располагали неким фондом подарочным потому что все эти табакерки ковры и прочие прекрасные подарки которые румынам вручались они имеют еще и некую буквенно-цифровое обозначение то есть какой-то инвентарный номер и видимо все это закупалось и хранилось каким-то образом в подарочном фонде я так понимаю что визиты кадра они были достаточно проходными и поэтому подарки то не имели характер скорее сувениров это был конечно не самолет который подарили Тит в 56 году поэтому это были в общем памятные сувениры и поэтому какие-то музейные очень ценные вещи не дарили и поэтому вот даже я рассуждая о любви Тита к роскоши о неком балканском гламуре Тита при этом постоянно ловлю себе на мысль что смотря чем сравнивать если сравнивать с теми подарками которые дарили советские вожди то югославы они кажутся очень скромными и даже может быть прижимистыми потому что ни шкурбасов ни самолетов вот по крайней мере друзьям по крайней мере кадру не дарили ну еще я тут добавлю что если кому интересно можно прочитать что в советском союзе подарили товарищу Тита в 56 году есть двухтомник встречи переговор руководителя СССР и у вас там просто опубликованы списки ну это 56 год это просто это как бы уникальный был визит в том плане что вот очень хотели наши чтобы Югославия присоединилась как бы полностью к советскому блоку хотя это не получилось поэтому готовы были дарить что угодно вот ну и сейчас вот уже в печати первый том двухтомника о советско-вино-евских отношениях там тоже список подарков кадру и его делегации которая в марте 57 года приехала в советский союз гораздо скромнее чем то что дарилась Югослава Александр Сергеевич а я не путаю там по-моему заменили кадру машину на самолет ну ты по-моему перепутал по-моему там засюсектурили машину и поставили самолет да ну в сейчас судьбом году было скромнее ну было скромнее конечно еще раз не знали будет ли кадр а может быть кого-то другого придется как бы обрабатывать что одному самолету что другому самолету уместно еще раз вспомнить очерк Адария Мосса что чем дар богаче тем больше он обязывает Адария даже просто на психологическом уровне поэтому конечно в 56 году советские лидеры постарались можно вопрос еще вопрос можно да конечно спасибо сначала замечание не замечание а как бы ремарк тоже с Югославой в советских когда были визиты в советский союз тоже оказывали внимание протокол вот по-моему такая черта была характерная когда появлялись они в Москве и Тита или любая другая делегация на высоком уровне они никогда не клали не ставили венок к мавзолею в той части где лежал ему и Сталина только Ленину как бы было символично это не отмечалось там в советской прессе там говорят чтобы возложили венков там цветов и так далее но это было а что касается самолета это же не только как бы завлечение это же реклама еще одновременно реклама и запчасти и реклама и реклама продукции потом потом это все переводилось в обычные пассажирские самолеты и закупались уже эти самолеты вопрос же у меня такой вот поскольку кадр родился на территории Югославии ну на территории Австро-Венгрии да в Фиуме это как-то разыгрывалось в протокольных мероприятиях Андрей Борисович тоже пожалуй что по тем документам которыми я располагаю ничего такого я не увидел то есть не было хотя это вроде не очень далеко было например когда в 73-м году приезжал ну не очень далеко не было предусмотрено никаких поездок никуда то есть вот строго до Бриони там говорим там переговоры и обратно и в аналитике об этом не писалось и что касается подарков что касается меню ну разве что там какая-нибудь адриатическая рыба да какие-нибудь местные локальные продукты но это было связано наверное не с тем фокадр оттуда а с тем что ну раз уж мы встречаемся на адриатике значит и есть будем адриатическую рыбу то что родом из тех мест был венгерский руководитель в тех документах которыми я располагаю тоже не нашло отражения никакого но это нашло отражение между прочим в мемуарах венгров которые сопровождали кадра и вот биографы кадра пишут что Титр иногда склонен был кадру напоминать о том где он родился и так далее что это что-то такое что как бы вот их теснее теснее его привязывать вот ну ведь дело в том что кадр хоть и родился там но он еще в раннем детстве в общем был его уже перевезли уже на другие территории поэтому его не так он даже вряд ли помнил адриатику вот у нас еще есть вопрос от Кирилла Алексеевич Попова Кирилл Алексеевич пожалуйста Борис Сергеевич спасибо за выступление вопрос по подаркам кадр с собой какие-нибудь сувениры привез очевидно что привез но в архиве об этом тоже ничего не было поэтому не готов ответить на ваш вопрос спасибо большое видно что и гости которые приезжали они какие-то сувениры вручали может быть не всем хозяевам но да коллеги есть ли еще вопросы Ольга Владимировна да спасибо я бы конечно хотела тоже продолжить тему с подарками я хотела такой момент уточнить речь идет именно о табакерках или о портсигарах и если табакерки то они штучные из запасника или это какая-то серийная модель которую дарили всем государственным лидерам или партийным лидерам я объясню почему у меня такой пристальный вопрос потому что если мы обратимся к раннему новому времени то это в общем самое что ни на есть королевский подарок только тогда дарили конечно с портретом правителя и это может приравниваться к какому-то малому ордену если хотите потому что орден имел свой статут и кто-то мог его получить кто-то не мог предположим в Австрии был военный орден Марии Терезии его нельзя было давать иностранцам если у них были уже какие-то другие национальные ордена табакерка это универсальный подарок только в эпоху модерна исчезает вот этот роялистский если так можно сказать мотив с портретом понижается мне кажется в этом смысле статус то есть конечно уже табакерку не сравнишь с орденом но вот немножко про эти объекты про эти артефакты можно пару слов спасибо Ольга Владимировна здесь прослеживается преемственность потому что кадры подарили именно табакерку золотую довольно массивную участникам делегации рангом пониже дарили портсигары серебряные но настольные размером поменьше ну и в 4 раза дешевле а глава делегации получил именно что табакерку такую вот красивую красивую золотого света без каких-то портретов естественно и даже ничего не говорится о гравировке какой-то потому что вот генерал-майор из службы безопасности он получил портсигары с фоксимилием спасибо можно я спрошу борис сергеевич а вот в служебных записках отразилось ли что-то об организации развлечений высокопоставленных гостей ну может какой-нибудь ансамбль песни пляски югославские согнали оперную певицу выписали на брионе вы совершенно правы да только я не знаю насчет брионе но в тикве в 77 году на охоту выписали очень известную сараевскую оперную певицу которую информацию я даже нашел в википедии правда почему-то в своем выступлении не отразило поэтому я забыл какую ее зовут была значит звезда вечера была оперной певицей сараева очень известная был оркестр военный и было еще два оркестра поменьше один откуда-то из хорватии кажется из далмации а второй из белграда то есть там была целая программа вечера выступали артисты которые сменяли друг друга но вот оперная певица сараева я как только доберусь до дома я информацию про нее найду вам расскажу спасибо а оркестры симфонические или духовые военные вроде бы вот певец такой фолькерный эстрадный югославский предрек Цуна Войкович в книжке как мы развлекали Тита я не знаю если у тебя это книжка или нет если нет я охотно поделюсь вот он вспоминает как он выступал в какой-то так сказать загородной резиденции Тита перед Титой и кадром по моему не он по моему не в этом году потому что я эту фамилию вот по крайней мере в документах не видел а что касается артистов буквально вчера прочитал статью о том как Тита праздновал Новый год делал это в разных резиденциях в разных местах в Белграде и очень любил на Брионе и много людей еще и там был определенный пул артистов которые выступали это были артисты разговорного жанра которые занимались какими-то номерами конферансом и так далее это были певицы это были музыканты соответственно некоторые не менялись годами а некоторые вот приглашались потому что очень ярко себя проявили в том или ином в тот или иной год и поучаствовать в такой вот вечеринке новогодней у Тита было в общем-то таким вопросом статуса это было вопросом престижа это было здорово для них при том что по крайней мере как пишут авторы этой статьи сербской сами мероприятия они были в общем не слишком-то такими официальными довольно домашними то есть приглашали каких-то приятелей Тита в последние годы они уже приезжали с детьми с внуками и там развлекались маски надевали разные там хлопушки хлопали вот номера эти смотрели то есть мероприятие это такое в общем домашнее семейное но при этом участвовали в этом мероприятии вполне себе звезды Ягославской страны ягославской ягославской